всем привет с вами снова вирусоид решил я сегодня такие смазать кулера на видеокарте rtx 2080 гигабит аурус поскольку за полтора года они видимо немножко истаскались и начали посвистывать при высоких оборотах кулера но посмотрев видеоролики в интернете понял что информации там нужной для меня не нашлось поскольку они все предлагают вот таким образом засунуть две отвертки плоские и сорвать корпус пластиковый чаще всего в этих видеороликах я видел то что можно сломать этот корпус вентилятора и у вас вентилятор не будет работать здесь видеокарта дорогая сейчас она стоит 70000 рублей плюс-минус поэтому рисковать поломкой вентиляторов я не решился попробовал скрыть их но у меня не получилось ничего до треска я не доводил поскольку побоялся эти вентиляторы с подсветкой индивидуальной формы очень мощные поэтому мне было жалко их ломать не хотелось так с ними поступать вандальски мы будем смазывать путем обычного смазывания штока и запрессовывать смазку в этот что он находится под наклейкой чаще всего во всех кулерах поэтому будем срезать наклеечку и смазывать все внутри нам понадобится здесь шприц медицинский желательно самый маленький моторное масло полусинтетика или синтетика неважно главное моторное масло чтобы она у нас максимально долго оставалась на штоке и смазывала его на долгое время ну и конечно же нож чем тоньше тем лучше мы будем срезать наклейку ну и потом проделывать все остальные манипуляции данным кулером ну что ж поехали скрывать и так с помощью ножа мы потихоньку начинаем срезать наклейку у не очень тонкий и мощный липкий слой поэтому не бойтесь его повредить она в любом случае после снятия аккуратно у вас обратно наклеится это я несколько раз делал с этой наклейки поэтому ничего страшного не произойдет аккуратно ее срезаем поддеваем под наклейку нас располагается сама плата вентилятора все его мозги так скажем ну и собственно говоря сам шток на котором крутится вентилятор и шайба туда посредством шприца наши иголки тонкой мы будем заливать маску и разрабатывать ее чтобы она туда попала вот у нас здесь есть ход по этой пластиковой конструкции поэтому под шайбу масло будет проникать стекать на шток и таким образом мы смажем вентилятор почему используем моторное масло потому что она к высоким температурам у нас устойчиво ну и собственно говоря имеет достаточно хорошую вязкость для того чтобы оставаться на штоке никуда не стекать и не замкнет никакие контакты ничего с ним не произойдет поэтому смело берем любое моторное масло желательно чем гуще тем лучше это полусинтетика лучше будет здесь но у меня была синтетика 530 я ее сюда закачал кстати закачивается она через иголку очень плохо поэтому снимаете иголку и без иголки вот по закачивать ну или просто купите в dns за 200 рублей маленький шприц маски вот мы сюда начинаем закачивать смазку нам нужно заполнить всю эту поверхность немножко маслом она потихонечку давится из иголки маленькими капельками поэтому заполняем окружность убираем шприц и начинаем разрабатывать чтобы смазка наша попала внутрь нажимаем на заднюю крышку чтобы у нас образовался зазор между шайбой и крутим вентилятор я так делал то есть сначала несколько раз нажимал нажимал потом крутил вентилятор потом нажимал и крутил вентилятор чтобы в моменте этому туда попадал ну и потом попросту я крутил вентилятор несколько раз то есть подобную процедуру нужно повторять раза три-четыре чтобы у нас хорошо смазалась все это дело потом после того как мы вентилятор смазали наш раза три-четыре залили за смазку лишнюю смазку из корпуса вентилятора масло если у вас он туда попала нужно удалить будто влажная салфетка либо сухая я использую обычную сухую салфетку бумажную промокнул немножко и все можем клеить наклейку наклейку наклеиваем и можем собирать вентилятор в принципе ничего сложно здесь нет нужно реально немножко попотеть над аккуратностью чтобы все аккуратно отклеить приклеить смазать чтобы не заляпаться в этом масле а так ничего сложного я эту процедуру делал первый раз с первого раза мне все получилось результат мне реально понравился я добился чего хотел поэтому вы можете сделать абсолютно также здесь ничего сложного нету вентиляторы у нас крепятся на 34 болта обычно под лопастями эти винтики спрятаны и вот на корпусе видеокарта нет вот подобным образом закрепляются по образу и подобию видеокарту разбираем также ее обратно собираем каждой видеокарты немножко по-разному разбирается но сначала снимаем корпус пластиковый он обычно сбоку на маленьких винтиках держится ну и потом разбираем вентиляторы по желанию можно открепить провода питания которые вот сейчас находятся сбоку здесь у меня но я их не стал снимать они умнее так длинные поэтому дискомфорта не доставили здесь принципе пожалуй все начинаю собирать видеокарту ну что ж процесс закончен смазал я вентиляторы крутятся они теперь очень тихо практически бесшумно попробовал я это способ сегодня сам первый раз да и собственно сам все делает освоил так что ставьте лайки надеюсь видео вам поможет с вами как обычно был вирусоид желаю всем удачи и пока а